Черноморка и Крыжианамка уходят в море. Прибрежная зона движется в оплазневых процессах. Проседают и оградительные сооружения, и в районе карантинного мола. Такое заявление сделали ведущие сейсмологи страны на международной конференции по вопросам сейсмостойкости. На конференцию переехало около полусотни специалистов из Украины, Грузии, Белоруссии и других стран. При Одесской академии строительства и архитектуры приняли решение создать научный центр по произведению экспериментальных сейсмологических исследований. Более десятка ученых уже разрабатывают проекты по сохранению предбережных сооружений и исторического наследия в центре города. Грунтовые условия, они, к сожалению, усугубляют сейсмические воздействия. Самое важное – это подтверждение на эксперименте. Не на практике, конечно же, не дай бог. Конечно, анализируются практические землетрясения, которые происходят в мире. Но важнее всего было бы провести экспериментальные исследования. Это дорогостоящие оборудования с одной стороны, с другой стороны сложное оборудование. И мы сегодня идем на пути того, чтобы такая база у нас в Академии была создана. Морские берегозащитные сооружения, высотные здания жилого фонда будут строить по новым европейским стандартам. Украинский ночно-исследовательский институт строительных конструкций впервые опубликовал свежие требования к застройке региона. Теперь при проектировании домов будут учитывать не только качество стали и бетона, расходуемых на здания, но и географические особенности расположения домов. Более 80% территории Украины подвержены сложным, находятся в сложных инженерно-геологических условиях. Это просадки, подработки, сейсмики и другие такие особенности. Плохие грунты, обводнения. Вот эти особенности в нормах советских не было. Учтены.